Всем привет дорогие друзья, меня зовут Илья, а перед вами ваша любимая рубрика под названием Разоблачение фейков в PUBG и в PUBG Mobile. Как не трудно догадаться, в ней мы занимаемся тем, что проверяем и разоблачаем различные подозрительные видосы по PUBG и PUBG Mobile. Ну а эти видосы находят и присылают наши подписчики. Сегодня будет сочный и насыщенный выпуск, всё как вы любите. Так что устраивайтесь поудобнее, наливайте самый вкусный чаёк, ну и разумеется не забудьте про розыгрыш. Ведь абсолютно каждое видео я разыгрываю где 300 UC или 500 G-коинов, смотря где вы играете. Для участия нужна подписка на канал и комментарий с вашей идеей для эксперимента или шуткой. А вот уже в следующем видео я выберу и покажу победителя. Ну а под прошлым видосом победу одержал вот такой вот комментарий. Ну а мы начинаем. Ну а сегодняшний выпуск будем записывать на вот таком вот красавце. Это ноутбук Lenovo Legion S7 на базе процессора AMD. И как раз таки процессор Ryzen 9 нам сегодня обеспечит плавный и бесперебойный игровой процесс. Ведь уходят слухи, что AMD начали разворачиваться на игровых ноутбуках. И теперь даже самые тонкие ноуты, включая наши, тянут здоровенные ААА проекты, куда входит и PUBG. Ладно, тянуть не буду, давайте перейдём к первой проверке. Ну а после каждого фейка буду мы понемногу рассказывать об этом ноутбуке и своих впечатлениях. Итак, поехали. Первый видео на сегодня по традиции из ПК Пабга, и давайте его посмотрим. На нём мужик с тиммейтом Рашид Дом с другими напарниками. Но перед тем как зайти внутрь, он на Абум кидает сковородку и вырубает одного из врагов, тем самым убирая всю вражескую команду. Выглядит очень эпично и предлагаю проверить, насколько вообще такое реальное, можно брать способ со сковородкой на вооружение. Смотрим видео с Артёмом и проверяем. Ну, давай, Артём, глянь первое видео. Там, короче, на ютубе видос. Сороковая секунда где-то. Сейчас мой пентиум раздуплится, в отличие от некоторых райзенов. Ааа, да, у меня сегодня райзен. Очень даже ничего такое. Бежит, 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 бежит. Кидая с караваду. Так. Челореса тиммейта. Ага. Ну, и он сковородкой просто ему жбан. Ну да, типа прям на крышу запулил. Как тебе? По жопе ему. Ну, прикольно. Прикольно. Давай повторим. Я думаю, не такой анаэзи сейчас сделаем. Так, Артём, где эта крыша? Рассказывай. Ты где? Ты где? Заехал в студио. Сейчас приеду. Так, ну они были... А, тут один дом как бы, вот он. Не-не-не-не, сейчас подпишу. Ну, они прям под студио были, вот он. Вот эта вот крыша, вот она. Так. Едет, едет. Где ты под студио? Ну, прям вот под надписью студио. Тут я. Опа. А. Здравствуй. Воу. Вот эта крыша, правильно? Ну да. Да, она самая. Так, ну, чё тут? Да ты будешь кидать, я встану наверх. Ага, давай. Как тебе такой план? А-а-а. Офигенные, офигенные, офигительные. Да, офигенные. Я сейчас сразу раздам сковороды, вот так вот. И этих самых. Рюкзакат. Рюкзачок. Да-да-да. Так, ну, мы создадим примерную ситуацию, да? Поднимаюсь наверх. Ты готов? Так, ну, я готов, да. Давай. Щас. Швыряй. Так, слабенько, надо прям дальше намного. Да-да-да. Ещё дальше прям сильнее. Ой, вообще жиденько, ещё надо. О, кстати, неплохо, нормально так держать. Чуть-чуть, чуть-чуть ровнее. Рядом, 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 рядом. Чуть-чуть левее, чуть-чуть совсем. Прям вообще нормально уже. Почти убил, давай-давай. Почти убил? Сейчас он нас убирает. Ребят, он почти убил. Я почти убил. Если хочешь, давай дам тебе. Так, ты где там? Говори, корректируй. Щас, подожди, щас на тебя надаю ещё. Всё, лови. Так, я, короче, чуть-чуть левее и чуть дальше. Угу. О! О, блин, ё-моё. Артём красавчик вообще. Молодец. Сколько тебе потребовалось на это? Минута? Да, меньше минуты. Красавчик. Короче, не фейк это. Можно так запулить, даже не применяя никаких читерских программ. Согласен? Я тут в грузовике цемент. О. Оказалось, что да, такое возможно и видео не фейк. Нужно лишь везение. Ну а физически сковородка, конечно же, долетает. Идём дальше. Что ж, пока мы записывали первый фейк, Legion S7 и правда ни разу не подвёл. А всё благодаря начинке и самое главное процессору. Внутри стоит AMD Ryzen 9 A5900HX, у которого 8 ядер и 16 потоков, частотой от 3.3 до 4.6 ГГц. Честно говоря, я не особо шарю за герцы и гигагерцы, как думаю большинство из вас. Поэтому для меня важен именно результат. И поиграв на ноуте не только в папку, меня он вполне устроил. На нём также можно спокойно монтировать видосы, я вот сам попробовал и был очень приятно удивлён Ryzen и его графикой. И да, конечно же, процессоры от AMD можно найти не только в этой линейке. Помимо Ryzen 9 есть и другие варианты, например 5 или 7. Тут, как говорится, всё зависит от вашей фантазии и целей. Для примера можно воспользоваться вот такой табличкой и понять самому определить какой процессор вам подходит. Чтобы не переплатить за игровую машину, а потом сидеть и нагружать её максимум вордом. И да, ноут хоть и игровой, но весит он менее 2 кг. Также за быстротки системы в этом ноутбуке отвечает оперативная память DR4 объёмом 32 ГБ. Чего должно с головой хватить для всех современных игр. А для их хранения, а также различных приложений и ваших файлов предусмотрен накопитель SSD на 1 ТБ. Что очень щедро по сегодняшним меркам. И да, пару раз во время игры включалось охлаждение. И как вы понимаете, оно здесь тоже необычное. Это целая система под названием Legion Cold Front T3.0. Она оснащена интеллектуальной системой забора, двумя вентиляторами, четырёхканальной выхлопной системой и усовершенствованными тепловыми лопастями. А также, внимание, 10500 высверленных тепловых отверстий. Практически 100500. Но вот для следующей проверки охлаждение нам вряд ли пригодится, ведь на очереди мобильный пабк. На очереди у нас мобильный пабк и очередное видео. Смотрим, что там такое. На видео мужик берёт в руки бомбу-липучку и кидает её в тиммейта. Однако бомба не рикошетит, а крепится на игроке, взрывается и тем самым его убивает. Честно говоря, в пк пабге бомба 100% к игроку не крепится, да есть подозрение, что в мобайле тоже. Поэтому данный ролик вызывает очень большие сомнения. Но именно для этого мы сюда и пришли, так что погнали разоблачать. Давай, посмотри видео, Артем, второе. Что скажешь? Посмотрю. Что скажешь? Что он скажет? Вопрос. Сишку кидает на сковородочку. На сковороду. Ой, звук какой-то. И чё? И чё он? Ииии убил тиммейта, типа. Аааа. Ага. Так это фейк странный. Мне тоже так кажется. Чё, погнали, попробуем такое. Причём здесь мы с тобой и проверим сейчас, понюхаем, как оно вообще работает. А мы с тобой не тиммейты, Илюша. Ааа, ничего страшного. Какая разница? Механика-то останется. Мне сковороду, например. Да, бери сковороду. Ну я взял сковороду. Я сейчас возьму вот это вот дело. Так. И, короче, вот так вот. Сама по себе кинулась граната. Смотри. Вставай. Попай ко мне. Встал. И получай удовольствие, как говорится. Пробуем. Ох. Даже было такое. Опа. Отскочила. Рикошет. Так, отходи. Не пробил. Давай ещё разочек туда же. Попахивает, попахивает фейком, Артём. Попахивает. Просто воняет. Смердит. Вот. Прям ровно направляю. Так, не двигайся. Оп. Отскакивает. Не липнет. Кулек. Кулек с говнёшкой. Нету там ничего такого липкого. Да. Это вообще обманка. Ну, сразу понятно было как бы. Да. Ну а далее мы решили воссоздать аналогичное видео. И вот как примерно это было. Нифига. И всё, и погиб человек, и всё, и взорвался он. Это ужас какой-то. Это всё, победа, место обеда. Вон у нас ящик лежит, всё чётко, как бы не обман. Оцените проведённый матч, 5. Короче, фейк это вонючий. Отсутствие читера, враги равного уровня, и везло с зонами. Я читер. Думаю получилось практически один в один, но суть вы точно уловили. Видео фейка, прилепить бомбу-липучку, ни к сковороду, ни к человеку невозможно. Летим дальше. И да, что-то по ходу видео мы забыли про видеокарту. А ведь это одна из главных составляющих этого ноутбука. Конкретно в этой комплектации у нас встроены видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 на 6 гигабайт с поддержкой технологии трассировки лучей. Да, к сожалению, в PUBG такая технология пока что не применяется. Но в том же Warzone, Cyberpunk и во всех новых AAA проектах трассировка лучей показана в лучшем виде. Да что уж говорить, она преображает даже мир Майнкрафта, делая его более живым и приятным глазу. А так сказать, вишенкой на торте идет специальная нейросеть, встроенная в этом ноутбуке. В ней заложены настройки мощности процессора и видеокарты под все самые популярные игры. Ноутбук всегда будет распределять энергию максимально эффективно, показывая лучшие результаты. А для более глубокого покружения в ноутбуке встроена аудиосистема на химик. Она заметно улучшает игровой процесс, обеспечивая захватывающий 3D звук. А функция звукового трекера поможет вам услышать врагов намного раньше других. Что даст вам большое преимущество как в команде, так и над врагом. Что к слову очень актуально и в PUBG, и в Counter-Strike, да и в любых других серьезных шутерах. Ну и разумеется через динамики можно наслаждаться кристально чистым звуком в время общения с своими товарищами по команде. Например, ангельский голосок Артема на этом ноутбуке звучит даже приятнее, чем в моих игровых наушниках. И кстати про Артема. Погнали проверять третье видео, чтобы он там без нас не скучал. Ну и последнее видео на сегодня, также из мобильного PUBG. Давайте-ка его посмотрим. На нем все по классике. Парень берет мочек, разгоняется и подлетает над общагой. Далее в полете сбривает врага и чувствует себя вообще отлично. Мы уже делали что-то похожее, так что думаю в этот раз с трюком проблем не возникнет. Показываем трюк Артемке и проверяем. Что Артем, посмотри третье видео на сегодня. Расскажи, что думаешь, как чувствуешь. Сейчас я выскажу свою полностью точку зрения. Что ты скажешь? Давай, давай. Интересно. Разоблачение сделаешь. Ребят, вам интересно, что он скажет? Мне очень интересно. Я за 105 выпусков первый раз разоблачу фейк. На самом деле... Это не фейк. Фейк такой, да, типа уже обкатанный, мы такое делали. Только чуть по-другому. С дробайка, да, по-моему? Да, с дробайка и по-моему мы там двоих убивали или одного. Не помню, короче. Тут я думаю тоже получится. Ну я тебя хлопну, понимаешь, я тебя хлопну. Все, давай тогда погнали. Артем, дело было в общаге получается. Да, там Кузя варит пельмени. Да, дело было вечером. Погнали. Надо найти, кстати, нам этот... Одинарный мотик. Это вот самая главная проблема. Надо было тебе меня накосывать вообще. По уму так. Ну ладно. Да ты там встанешь, я тебя распилю вообще в мгновение. Ну давай, хард уровень, хард уровень будет. Да. Если я сейчас первого раза это выполняю, то мне Илья на день рождения дарит такой ноутбук, на котором он записывает видео. Шикарный ноутбук, я считаю. Хорошо, хорошо, Артем, да, подарю. Полностью вообще удовлетворяет любые потребности геймера в 2021 году. Да, Артем, ну как говорится, меньше слова, больше дела. Покажи мастер-класс, на что ты способен. Сейчас тебе будет дело. О! Здравствуйте. Ты куда так смачно? Воу! Изи, блин! Чего? Серьезно? Серьезно? А ты думал? Что скажешь, Артем, твои комментарии? Мне кажется, это... Комментарии мне нравятся данные видео. Это не фейк. Практически. Это можно прям в катке делать спокойно. Вот так вот. Ну да. Кто тебе запретит, или я? Никто. В том-то и дело, Артем. Никто. Вообще никто. Да. Как и ожидалось, видео не фейка. Такое можно брать на заметку и даже практиковать в обычной катке. Ну и напоследок вернемся к ноутбуку еще разок. Как вы помните, внутри него стоит процессор от AMD. И вот про эту компанию хотелось бы поговорить отдельно. В 2021 году AMD представила свою новую процессорную архитектуру Zen 3. На настольных компьютерах новом семействе процессоров Ryzen, обеспечивающих впечатляющую однопоточную производительность, наряду с невероятной многопоточной мощностью для самых требовательных нагрузок и многозадачности. А благодаря новому 7-нанометровому техпроцессу, чипы Zen 3 стали невероятно энергоэффективными. Процессоры AMD 5000 серии на архитектуре Zen 3 – это самый большой скачок в производительности за историю Ryzen. Zen 3 – это настоящая мощь. Прирост производительности оказался очень высок. И вот вам статистика. Увеличение показателя IPC на 19% по сравнению с прошлой архитектурой Zen 2. И на 41% по сравнению с изначальной Zen. Что стало самой большой прибавкой в производительности за всё время существования процессоров AMD Ryzen. Посмотреть более подробные характеристики Legion S7, цены, отзывы и так далее, можно по ссылочке в описании. И да, на видео была только одна из возможных конфигураций ноутбука. Ещё есть несколько других, в том числе и подешевле. Их также можно посмотреть и по ссылочке в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok